Всем привет! Меня зовут Алексей и сегодня в рамках передачи Гастро Тур я вам покажу, как приготовить полноценный дневной рацион из доступных продуктов. Наш дневной рацион будет состоять из нескольких блюд. На завтрак мы приготовим творожные сырники, на обед суп лапшу из курицы и курицу по-азиатски жареную с овощами, на ужин салат цезарь, но он будет не обычный, а легкий и творожные маффины на десерт. Для приготовления нашего меню нам понадобятся следующие продукты. Цыпленок, морковь, лук, зелень, цукини, имбирь, шампиньоны, помидоры черри, чеснок, лайм или лимон, апельсин, салат айсберг, томаты в собственном соку, куриные яйца, творог, разрыхлитель теста, ванилин, пшеничная мука высшего сорта, сахар, джем, подсолнечное масло, йогурт, куриный бульон, набор специй для салата цезарь, болгарская паприка. Для того, чтобы приготовить идеальные яйца для салата, я рекомендую опускать их в кипящую соленую воду на 6-6,5 минут, в зависимости от размера яйца, после чего вам надо быстро их охладить. Пока готовятся яйца, мы разделаем курицу. Отрезаем ножки. И с оставшейся тушки удаляем лишний жир и кожу. Также отрезаем вот эти вот конечности, самые тонкие. Все, эта часть пойдет в бульон, это в салат, это в жаркое. Начнем готовить куриный бульон. Для этого возьмем одну луковицу, одну морковь, цыпленка, точнее, что от него осталось. Все это дело нарежем и обожжем горелкой, для того, чтобы нашему бульону придать золотистый оттенок. Вот так вот он. Субтитры сделал DimaTorzok Если у вас нет горелки, можете использовать открытый огонь газовой плиты или вовсе сделать это на сухой сковороде. Запеченные овощи и цыпленка отправляем в кипящую воду. Вместо соли мы будем использовать концентрированный куриный бульон. Вкус будет еще насыщеннее и богаче. Пока готовится бульон, приготовим для завтрака сырники, а на ужин маффины. Для этого смешаем следующие ингредиенты. 800 г творога, 1 г ванилина, 7 г разрыхлителя, 2 яйца, 100 г сахара, 200 г муки. Потом разделим получившуюся массу на 2 части и в маффины добавим тертую цедру апельсина. Разбиваем 2 яйца и смешиваем венчиком с сахаром до однородной консистенции. Вместо сахара можете использовать сахарозаменитель. По рецепту нужно около 100 г сахара. Добавим сюда же ванилин. И еще раз взбиваем до однородной консистенции, такую в пену. Все. В эту массу мы добавляем творог. Разрыхлитель. Перемешиваем творог с яйцом, с разрыхлителем. И добавляем туда 200 г муки. Муку предварительно просеиваем. Муку предварительно просеиваем. Когда наше творожное масло начнет густеть, можно приступить к вымешиванию рукой. Для этого можем надеть перчатки. Или взять лопатку. Разделим его на две части. Одну часть оставим для сырников, а вторую будем использовать в приготовлении маффины. В одну часть нашей творожной массы мы добавим натертую мелко апельсиновую цедру. Для того, чтобы разнообразить немножко вкус и придать нашим маффинам апельсиновый аромат. Все. И еще раз вымешиваем. Творожная масса для сырников и для маффинов готова. Начнем готовить наши десерты. Для начала разогреем духовку до 180 градусов. Начнем готовить маффины. Для начала смажем форму слегка подсолнечным маслом. Совсем немножко. Затем разделим визуально наше тесто на равные части. Я хочу сделать 8-9 маффинов. В смазанной формочке помещаем начинку. Ждем пока в духовке подсолнечным маслом. Подаст звуковой сигнал. И отправляем запекаться где-то на 10-15 минут. В зависимости от типа вашей духовки. Немножко припудрим разделочную доску мукой. И начнем формировать наши сырники. Для этого точно так же делим тесто на равные части визуально. Сразу делаем шарики. Потом из них будем формировать сырники. И для этого. И для этого. И для этого. Мы слегка их припудриваем мукой. И прижимаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Духовка разогрелась. Отправляем запекаться наши маффины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь приступим к обжариванию сырников. Для этого берем сковороду. Включаем на умеренный огонь. Смазываем слегка подсолнечным маслом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Равномерно размазываем по поверхности, несмотря на то, что антипригарное покрытие. Ждем, пока разогреется, и выкладываем сырники. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Будем обжаривать в течение двух-трех минут с каждой стороны. В конце накроем крышкой, чтобы они стали более пышные. Пока сырники будут жариться, поставим замешиваться тесто для нашей лапши. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для этого возьмем 400 г муки и 4 куриных яйца. Муку обязательно просеем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Разбиваем яйца прямо в муку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы вбили в муку 4 яйца и ставим замешиваться наше тесто. Для этого установили вот такой вот крюк для замешивания тугого теста. Пускаем головку машинки. И ставим на минимальный оборот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В конце приготовления сырники, как я говорил, накрываем крышкой, чтобы они стали пышнее. Наши сырники готовы. Надо еще подождать 3-4 минуты, и будут готовы маслины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пора доставать маффины из духовки. Посмотрим, что у нас вышло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дадим им немножко остыть, чтобы они легче отходили от формы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тем временем подготовим овощи для нашего супа. И начнем приготовление горячего блюда. Для этого измельчим овощи и нарежем курицу соломкой. Начнем с морковки. Нарежем ее тонкой соломкой. Для этого есть такой секрет. Мы просто отрезаем вдоль немножко морковочки, чтобы она стояла устойчиво на доске. Диагонально нарезаем тонкие пластиночки. И уже из полученных пластинок делаем соломку. Для этого складываем их такими стопочками. И также по диагонали будем нарезать. Следим за тем, чтобы пальцы не были на линии реза. Подгибаем их немножечко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, морковочку нарезали. Можем ее сразу поставить в кастрюльку. Добавить немножко масла и слегка обжарить. Сюда мы процедим уже готовый бульон и нарежем нашу приготовленную лапшу. Отправляем обжариваться морковку. Морковь периодически помешиваем. Нам нужно ее довести до золотистого цвета. Теперь возьмем куриное филе. И нарежем соломкой тоже в наш суп. Для этого точно так же филе нарезаем такими сантиметровой толщины кусочками по диагонали. И затем каждый кусочек нарезаем так же под небольшим углом, чтобы получилась соломка. И забрасываем сразу к морковке. Морковь и курицу обжариваем до полуготовности. Курица должна побелеть. Это значит, что она уже почти готова. Пришло время добавить в наш бульон куриную приправу. Руководствуемся инструкцией на упаковке. Добавляем столько, сколько нужно. У нас около 3 литров будет кастрюлька. Соответственно, мы добавим 3 чайные ложки бульончика. Пора проверить тесто. Посмотрим, насколько хорошо оно замешалось. Если оно будет недостаточно тугое, нам нужно будет вручную вмешать еще немножечко муки. Вот, получился такой однородный классный комок. Но мы используем еще немножко муки, чтобы придать еще более тугую консистенцию. Просеиваем муку. И вручную вмешиваем сюда муку. Тесто становится значительно туже в процессе вымешивания. Значит, лапша будет упругая и вкусная. Вымешиваем частью ладони вот этой вот самой крепкой. Сильно нажимаем на тесто. Заворачивая как бы вовнутрь. Это дает однородное вымешивание. Как мы можем убедиться в том, что тесто правильное получается? Оно должно быть тугим. Раз, как я уже говорил. И два, мы можем проверить на однородность, просто надрезав его. И посмотреть, чтобы внутри не было воздушных пустот и таких белых комочков. Если они есть, продолжаем вымешивать. Все, нужно дать тесту немножечко отдохнуть, чтобы клейковина образовалась. Для этого можно замотать его в пленку, положить полиэтиленовые пакеты в холодильник. Или достаточно даже просто поставить его в миску и чем-нибудь накрыть, оставить на столе. Наш бульон уже готов. Обязательно пробуем его на соль и процеживаем в другую кастрюльку при помощи сита. Ну что, пришла пора сделать нашу лапшу. Можно нарезать вручную, но у нас есть отличный помощник. Ставим насадку для раскатывания пасты. Слегка припудриваем мукой механизм. Еще чуть-чуть вваляем наше тесто в муке. И раскатываем. Помогаем слегка руками нашей машинке. Пальцами вот так вот прижимаем тесто. Получается почти однородный пласт. Чтобы он получился прямо очень однородным, мы немножечко припудрим его мукой, сложим вдвое и прикатаем еще несколько раз. Продолжаем раскатывать тесто до той толщины, которая нам необходима. Это где-то один миллиметр толщиной. Около того. Все зависит от вашего пристрастия. Если хотите лапшу потолще, раскатывайте его менее тонким. Полученные пласты мы разрежем на кусочки сантиметров 15 толщиной для удобства нарезки. И потом будем резать лапшу такой длины, какой нам нравится. Нарезать можно вручную, а можно использовать насадку для нарезки. Нам ее нужно просто заменить. И отправляем наши кусочки сюда. Получается такая вот домашняя отличная лапша. На самом деле в суп нам понадобится всего лишь несколько кусочков теста. А остальную мы можем высушить или заморозить. И использовать в другой раз в приготовлении блюда, например, супа или горячего. Чтобы лапша не слипалась, если она будет достаточно липкая, вы можете использовать чуть-чуть муки, ее так припудривать. И вот таким образом ее хранить, высушить и использовать потом как гарнир или как компонент какого-то блюда, например, супа. Перед нарезкой смазывать пластики мукой, что предотвратит слипание. Вот. Столько лапши нам будет достаточно на такую кастрюльку, поэтому остальную мы или заморозим, или высушим, чтобы использовать ее в дальнейшем. В кипящий бульон добавляем нашу нарезанную лапшу. Обязательно помешиваем, чтобы она не слиплась. Варим 2-3 минуты, добавляем рубленную зелень и подаем к столу. Варим 2-3 минуты, наш суп готов. Приятного аппетита! Подготовим куриное филе для салата. Для этого обжарим его на растительном масле на умеренном огне со всех сторон. Смазываем сковороду маслом. Берем куриное филе. Отделяем маленькое куриное филе. Зачищаем его от пленочек. Филе можно пожарить целым куском, а потом нарезать. Так оно будет сочнее. Либо мы можем порезать куриное филе на медальоны и обжарить каждый кусочек отдельно с двух сторон. Тут смотрите по своему вкусу. Мы разогрели сковороду. Теперь отправляем обжариваться куриное филе. Обжариваем на умеренном огне до румяной корочки с каждой стороны. Пока филе обжаривается, мы можем подготовить курицу для горячего. Для этого нам нужно с куриных ножек срезать мякоть, удалить кость и выбросить кожу. Отделяем бедро от голени. Делаем надрез. Извлекаем кость, аккуратно обрезая ножиком со всех сторон мяса. Нам пригодится также вот это вот маленькое филе, которое мы отделили от основного. Точно так же отделяем косточку от голени. Делаем продольный надрез. Вокруг ножки надрез. И аккуратно ножом срезаем со всех сторон мякоть. В этой части есть сухожилия, мы их тоже можем удалить. Вот они. Нам они не понадобятся. Не забываем про филе. Видите, оно румяное. Еще немножечко оставим его, чтобы оно еще поготовилось. Готовую куриную мякость мы нарезаем вот на такие кусочки, где-то 2 на 2 сантиметра. Когда филе подрумянится с другой стороны, при помощи щипцов обжариваем его по бокам. Для этого просто держим в течение минутки с каждой стороны. Закрываем филе крышкой и оставляем на 5-6 минут на самом маленьком огне, чтобы оно доготовилось изнутри. Пока филе будет доготавливаться, мы подготовим овощи для нашего горячего блюда курица с овощами. Сейчас мы подготовим овощи для курицы по-азиатски. Мы нарежем морковь, паприку, цукини, шампильоны. Добавим имбирь, зелень и соевый соус во время обжарки. Ну и, разумеется, курицу. Измельчаем морковь уже известным нам способом. Только в этот раз соломка должна быть немножко толще. Для этого пластинки мы делаем толщиной 5-6 миллиметров. Разогреваем сковороду и отправляем морковочку сразу обжариваться. Пока морковь обжаривается, мы подготовим имбирь и чеснок. Имбирь. Берем грамм 20-30. Чистим его от кожуры. Можно делать это при помощи ложки. Если имбирь молодой, в нашем случае он немножко плотный, поэтому используем ножик. Нарезаем тонкими пластинками. Отправляем к моркови. Чеснок. Чеснок раздавим плоскостью ножа для того, чтобы было удобно его порубить. Нарезаем вдоль, переворачиваем и измельчаем в этой проекции. Отправляем туда же чеснок. Многие нарезают перец, отрезая вот эту вот шляпку и вырезая изнутри сердцевину. Нам нужно сделать перец соломкой, поэтому нам достаточно срезать вот эти вот бочки вот под таким вот углом. и вот серединка вся вот эта остается на плодоножке. Очень удобно. Семечки не разбрасываются по кухне. А из вот этих пластин, которые мы получили, очень удобно нарезать соломку. Добавляем сразу к моркови. Берем шампиньоны и нарезаем шампиньоны вот такими дольками, как дольки в мандарине. Добавляем. Берем цукини. Нарезаем так же, как морковь, только немножечко толще. Нам понадобится половина кабачка. И делаем такую же соломку. Добавляем сюда. Обжариваем все вместе в течение 2-3 минут. Затем добавляем курицу и жарим до готовности. И на последнем этапе мы добавим соевый соус и томаты в собственном соку. Для перемешивания можете использовать лопатку. Или есть навык, можете пользоваться вот таким вот приемом. Когда овощи уже обжарили в течение 2 минут, мы добавляем курицу. Немножко сдвигаем овощи со сковороды и отправляем нашу курочку сюда же. Перемешиваем. И обжариваем все вместе еще 4-5 минут, в зависимости от температуры до готовности курицы. Пока наше блюдо готовится, мы измельчим зелень. Зелень используйте любую, на ваше усмотрение. У нас будет зеленый лук, петрушка и укроп. Отделяем от зелени плодоножечки вот эти вот корешки, которые достаточно жесткие. Вот таким образом. Белую часть лука тоже не будем использовать в этот раз. Все соединяем и измельчаем. Часть зелени мы добавим вместе с томатами в собственном соку, а остальную часть мы используем для декора. Всыпаем часть зелени, она придаст блюду аромат. Открываем томаты в собственном соку. Добавляем немножечко сверху. Это уже рубленые, поэтому нам не придется их резать. Если вы будете использовать целые, предварительно их просто измельчите ножом. Добавляем соевый соус. Это около столовой ложки по своему вкусу. Добавляем соль и перец по вкусу. Но помните, что соевый соус уже соленый, поэтому не переборщите. Отлично блюдо дополнит кунжутное масло или устричный соус. После того, как мы добавили томаты в собственном соку и соевый соус, мы обжариваем еще в течение 2-3 минут блюда и выключаем огонь. При подаче мы будем использовать оставшуюся зелень и семена обжаренного кунжута. Наше блюдо готово. Можем подавать к столу. Немножко зелени и жареные семена кунжута. Куриное филе готово. Нам осталось приготовить соус и сделать наш салат. Для того, чтобы приготовить соус для салата «Цезарь», мы используем готовую основу. Для этого мы закипятим воду, смешаем содержимое пакетика, руководствуясь инструкцией на обороте упаковки, с кипятком. Затем добавим греческий йогурт, потому что мы готовим салат все-таки на ужин. Не надо, чтобы он был жирный, без всяких майонезов, масла или жирной сметаны. Буквально 3-4 столовые ложки кипятка, содержимое пакетика. Все это дело замешиваем. Затем добавим йогурт и получим отличную заправку, быстро и вкусно. После того, как наша основа для соуса настоится, мы еще раз перемешиваем. Берем йогурт, добавляем половинку баночки, 5-6 столовых ложек. и перемешиваем. И еще раз хорошенечко все перемешиваем. Легкий и полезный соус для салата Цезарь готов. Нам осталось почистить яйца, замариновать листья салата, добавить в помидорки черри, сухарики и нарезать курицу. Мы будем использовать салат Айсберг. Для этого мы удаляем кочерыжку, смотрим, чтобы не было каких-то темных частей в кочине, извлекаем их, если они есть, удаляем вялые листики и салат, к которому у нас нет претензий, рвем в миску. Рвем не очень мелко, чтобы нам было удобно кушать, чтобы не были очень большие листики, не били нас по бороде. Часть соуса добавляем к листьям и маринуем их. Слегка перемешиваем, чтобы распределить соус по всей поверхности листика. Отставляем. Берем яйца. Все знают, как проверить сырое яйцо и вареное. Вращаем. Если яйцо сварено, оно вращается. Сырое яйцо не вращается. Достаточно просто его раскрутить. А плоскую поверхность надбиваем. Облегчает процесс чистки яйца. Вот такое движение. Нам можно просто слегка прокатать его между ладонью и столом. Вот таким вот образом. Нам осталось нарезать помидорки черри. Серединку можете не удалять, если она вас не смущает. Но если надумали, то можно разрезать помидор немножко в стороне от плодоножки этой и вырезать только в одной. Вот таким вот образом. То есть нам не нужно вырезать в двух. Теперь нарежем куриное филе. Нарезать будем под углом, по диагонали. вот такими вот пластиночками. Посмотрите, из-за того, что мы жарили филе куском, оно осталось весьма сочным. но если вы любите более поджаристую курицу, то режьте филе на медальоны и обжаривайте каждый отдельно. Компоненты к салату готовы. Нам осталось только его собрать. Выкладываем листья салата на тарелку. Стараемся делать где-то максимально пышно. Затем добавляем наше филе. Теперь помидорки черри. Яйцо. добавим еще немножко соуса. По желанию можете дополнить салат тертым сыром пармезан или джугас или какой-нибудь другой твердый на ваш вкус и сделать сухарики. Но в нашем наборе специй сухарики уже были, поэтому просто открываем и декорируем салат дополняя его сухариками. Ну все, наш легкий полезный салат для ужина готов. Приятного аппетита! Полезный сбалансированный рацион готов, а продукты для его приготовления вы можете заказать у нашего партнера по промокоду. Принимайте участие в конкурсе в нашем инстаграме. Первая тройка правильно ответивших на наши вопросы получат эти кулинарные наборы бесплатно. Остальные участники конкурса получат скидку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин